Школы и детские сады Люберец готовят к 1 сентября. В 59 объектах этим летом проходят ремонтные работы. В общеобразовательных и дошкольных учреждениях меняют фасады, кровли, обновляют пищеблоки и спортивные стадионы. Глава городского округа Владимир Волков проконтролировал ход проводимых работ. Дошкольное отделение 10-й школы, расположенное на улице Кирова, построено более 60 лет назад. Зимой воспитатели-малыши жаловались на промерзание стен. При низких температурах в группах было достаточно холодно. Следующей зимой мерзнуть уже не придется. Здесь устанавливают вентилируемый фасад. Мы, значит, соответственно, закрываем утеплитель первый слой, утеплитель второй слой и сверху закрываем это все плиткой. Проводили также работы по инъецированию стен. Это укрепление стен. Если очень просто, то есть это ввод полипропилена для того, чтобы стены не разрушались, если есть пустоты в этих самых стенах. Благодаря современным технологиям малышам будет комфортно в любое время года. Зимой специальный материал защитит здание от ветра и влаги, а летом – от перегрева. Объем финансирования на этом только детском саду – это 8 миллионов рублей. Этот сад входит в образовательное учреждение «Десятая школа». В этом году на территории городского округа Люберцы при поддержке губернатора проводятся ремонты очень масштабные. Общее финансирование – 235 миллионов на все объекты. А в школе номер 10 в этом году обновили футбольное поле. Полностью заменили покрытие, нанесли на нем разметку, исправили профиль оснований. Кроме того, на беговой зоне появилась новая резиновая дорожка. Футбольное поле на территории школы номер 10 мы устраивали, вообще стадион строили лет 5 тому назад. Конечно, за этот период времени оно уже пришло в неудовлетворительное состояние, потому что пользуется спросом всех жителей данного микрорайона. Было выделено финансирование – это более 4 миллионов рублей на замену именно резиновых дорожек, беговых и футбольного поля. Работы по состоянию на 17 июля выполнены стопроцентно. Масштабное обновление спортивной зоны потребовалось только в этой школе. В остальных учреждениях проходит плановое благоустройство. Завершатся все ремонтные работы на объектах образования не позднее 15 августа.